Мир вам, дорогие друзья, дорогая церковь. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Когда мы говорим блаженны, то есть счастливые люди, которые кроткие, как мы можем сказать, что кроткие люди это блаженные? Обычно мы связываем счастье с тем, что нам сопутствуют, скажем, какие-то условия, которые слагаются в нашу сторону. Как можно быть счастливым, если у меня такой супруг, мои дети непослушные, да вы не знаете моего шефа. Как Иисус может сказать блаженные кроткие? Когда мы говорим о кротости, то кротость вообще этот термин, который используется очень редко, особенно в светском понимании и если вы посмотрите в словарь, то вы мало найдете объяснение. Да и многие христиане на сегодняшний день не знают, что с этим словом начинать. Обычно люди представляют себя кротко, это такой вот забитый человек, он молчит, ничего не говорит, но на самом деле это не кротость. Так вот, что же означает кротость? Кстати, синонимы к этому слову это смирение, доброта, мягкость или сердечность, спокойствие, невозмутимость. Это все слова, которые описывают кротость. Противоположность кротости, это резкость, горечь, надменность, это то, что противоположно вот как раз кротости. Итак, что же такое кротость? Кротость есть тихое расположение духа, соединение с осторожностью, чтобы никого не раздражать и ничем не раздражаться. Особенные действия христианской кротости состоят в том, чтобы не роптать не только на Бога, но и на людей, когда приходит что-либо противное нашим желаниям, не предаваться гневу и не превозноситься. Конкретная ситуация. Ты стоишь в магазине, закупаешься и стоишь уже возле кассы, и возле тебя подходит перед носом человек и прямо встает с полной коляской, тележкой продуктов возле тебя. Твоя реакция. Ты понимаешь, что он поступил нагло. Твоя реакция. Ты будешь ему доказывать и настаивать на твоем праве, и, возможно, это поведет к конфликту. Вторая реакция, возможно, ты промолчишь, но внутри ты будешь кипеть, ты будешь спорить с ним, ты будешь доказывать свою правоту и, может, даже ненавидеть его. И третья возможная реакция. Это реакция смирения, когда ты принимаешь эту ситуацию, благословляешь этого человека и понимаешь, Господь позволил этому человеку встать перед тобой. У тебя нету недовольства. Ты просто славишь Бога. Родные, вы скажете, да это нереально. Как это так? Он забрал мое право. У меня есть право доказать. Да, я понимаю, но как раз в этом и есть кротость. Большинство людей страдают во взаимоотношениях с другими от как раз того, что не хватает кротости. Человек не смог промолчать. Человеку казалось, что его права забрали. Надо их отстоять. И вот здесь как раз конфликты возникают. В большинство межличностных конфликтах это когда не хватает кротости. А кротость это как смазка масла в моторе, которая как бы смазывает все. И мотор таким образом может дальше двигаться. Так вот, когда не хватает этого масла во взаимоотношениях кротости, то как раз что происходит? Мотор ломается. Взаимоотношения, они просто встают. И человек говорит, а как я могу общаться? Мои права забрали. Вот как раз об этом Иисус и говорит, блаженны кроткие. То есть, когда ты даешь Богу возможность работать над твоим сердцем, и когда ты смиряешь себя, даже если с тобой поступили несправедливо. Вопрос, ну а что же будет такому человеку? Блаженны кроткие. Иисус говорит, ибо они наследуют землю. А в будущем Иисус Христос установит свое царство. В тысячелетнем царстве кто будет править этим царством? Иисус и его последователи. Люди, которые подчинили себя ему. Это те люди, которые сегодня принимают царство Божие. Кротость. Написано, что они будут царствовать. Им дана будет земля. То, что сегодня люди гонятся здесь так сильно и безумно. Христос даст эту землю тем, кто смиряет себя. Кто является кротким. Если это качество так важно, когда ты последний раз молился о кротости. Господи, дай мне кротости. Еще раз. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Пусть Бог благословит тебя быть кротким. Пусть Бог благословит тебя быть кротким.